Ну привет! Сегодня речь пойдет не про покатушку и не про ПДД, а про что-то новенькое. Сегодня попробуем протестировать и сравнить между собой навигаторы для велосипедов. Зачем вообще нужен навигатор? Ну если мы берем автомобиль, то он нужен, чтобы найти короткий путь, чтобы объехать пробки и заторы, и чтобы узнать заранее о каких-либо дорожных работах или происшествиях. Последние два пункта для велосипеда, ну как бы нафиг не нужны. Нам главное найти короткую дорогу и желательно удобную. Для сегодняшнего видоса я подобрал пять навигаторов, которые более-менее на слуху, и в которых есть функция навигатора для велосипеда. Это Гуру Мэпс, Мэпс Ми, Камут, Осмонд и Яндекс.Карты. Итак, что мы будем сравнивать в навигаторах? Для начала скажу, что это будет чисто субъективный тест. Первое, ну и пожалуй главное, это сам маршрут, его удобство. То, где он построен. То есть по улицам, по каким-то дорожкам или по огородам. Под огородами я понимаю парки, скверы и дворы. Почему я не люблю парки? Потому что в парках очень много детей и животных, которые внезапно из-за куста могут выбежать тебе прямо под велосипед. Во дворах плюс-минус та же ситуация, но там еще тесно из-за того, что у нас дворы очень сильно запаркованные, и едущая машина перегородит абсолютно всю территорию и придется всасываться куда-то между машин, чтобы ее пропустить. Мне оно надо, мне нет. Второе, будет уделено внимание голосовому помощнику. Телефон у меня едет в кармане, на руле у меня, как вы можете заметить, нет никакой агрегатуры, чтобы установить туда телефон и подсматривать. Я ее и не люблю, и не хочу нагромождать ее у себя на руле. То есть незначительные плюсики получат те навигаторы, у которых есть голосовой помощник, и у которых он работает в фоновом режиме. И что сравниваться не будет вообще? Не будет сравниваться расход аккумулятора. Я вот не эксперт, но есть эксперт у нас, и это Виктор. Заходите к нему в группу, и он вам там все четко пояснит, почему какие-то аккумуляторы будут садиться с навигаторами быстрее, какие-то медленнее и так далее и тому подобное. Вообще группа хорошая, заходите к нему. Ну и я не буду сравнивать внешний вид приложения, потому что его оболочка, его интуитивность, управляемость и так далее, это все решается за один раз. Хотите разобраться в приложении, поковыряйтесь. То есть это сравниваться не будет вообще. Ну и помимо сравнения навигаторов, будет впечатление о маршрутах, которые эти навигаторы построят. Чисто как бонусом. Условия теста. Одна точка старта и одна точка финиша, одно и то же время для теста. То есть я не буду ехать утром по одному маршруту, а вечером по другому в разных условиях. Ну и собственно все, я поехал сравнивать. Итак, сегодня первый день тестов. И чтобы не мудрить лукаво, я начну по алфавиту, с Buru Maps. Вот мое местоположение в телефоне. Мне нужна, я так полагаю, вот эта иконка маршрут. У меня есть уже была забитая. Волгозерная улица, куда я всегда буду ездить. Вот сюда вот. Автобусная остановка. И здесь надо куть сюда. Вот он думает. Вот он маршрут. Обещает 17 километров. Очень похоже на то, чем я пользуюсь каждый день. Прям очень. Голосовой помощник, если он здесь есть, я буду слушать наушниками одним ухом. Этим я слушаю дорогу. Погнали. Разговаривает. Это приятно. Да, обычно разговаривает, подсказывает, куда ехать. Это вряд ли лучший ракурс, но уж извините. Продолжайте двигаться 4.8 километров. Чего-то говорил, когда мне не говорит. Я вообще правильно еду. Так, 30 секунд. Ну-ка, проверюсь-ка. Налево на маршала Блюхера, говорите. Это запикивать или нет, не знаю. Так, поворот налево, причем не очень приятно, походу. Ладно, сейчас разберемся. Ой, девочка не победила бордюр. Поверните налево на институтский переулок. Повернем. Ну, как бы и вариантов-то особо нет. Мне нравится, что говорилка говорит вовремя, прям вот, два раза заранее. То есть метров за 500 до поворота. И уже прям перед ним. Прямо то, что надо. Ух, всратое место пройдено. Вот перекресток у метро Пионерска, это такое всратое место. Правильно говорят, что умная мысля, а посля приходит. Стоило взять вторую камеру у кого-нибудь, чтобы показывать, что впереди творится. Я уже приезжаю к месту финиша. Хочу сказать, что Гуру Мэпс построил очень сбалансированный маршрут. То есть у меня есть своего рода эталонный маршрут, следуя по которому я трижды спешиваюсь по пути с работы к месту обитания. На данный момент я спешился два раза. И я точно знаю, что уже ни одного раза не будет. То есть он вот такой первый. И сразу задал достаточно высокую планку всем остальным навигаторам, которые попали в мой тест. У него отличная говорилка. Он замечательно построил маршрут. Он не вел меня дворами, парками, огородами и так далее. Исключительно по улицам. И это прекрасно, на мой взгляд. Ну, собственно, все. Я приехал в мест назначение. Я считаю, что этот маршрут был офигенный. В топе из пяти навигаторов Гуру Мэпси оставлю на первое место. Посмотрим, сдвинет ли его кто-либо из пяти других. Сегодня комут. Идем по алфавиту. Строим. Сейчас по-быстрому разберусь. Танк старт. Твер. Еще покажем на карте, куда ехать. Видимо, опять сюда, к Долгоозерной. Дет Ас Дистанейшн. Что-то подумал, что-то построил. Посмотрим, что почему-то. Похитрее маршрут, прям. Жестко похитрее. Ладно. Let's go, говорит. Ехать будем с английской говорилкой сегодня. Говорит, едем дальше прямо. То есть, не как Гуру Мэпси по-другому встроить. Что-то я маленько запутался, что он говорит. Хренов я по-английски, да еще говор такой невнятный. Тут тормознуть, посмотреть, что он имеет в виду. Продолжаем разговор. Он что-то хотел как-то стрёмно проехать. Ничего я не понял. Ну, короче, я понял, по-другому и дальше. Ладно, поехали. Ну, короче, в минус не будем непонимания записывать. Это мне минус скорее. Да. Через Square. Ладно. Третий раз спешиваемся. Периодически отстает коварилка. И это тоже лишнюю сумятицу уносит. То есть, вроде я все уже еду прямо, как он мне рисует. Какой-то утро говорит, поверни сейчас налево, я включу. А потом его мысль догоняет, говорит, вот теперь прямо 3 километра. И вот понимаешь, что типа он отстает. Много лишних предупреждений, на мой взгляд, он выдает. Там, из серии, пересеките перекресток и двигайтесь 2 километра вперед, потом налево. И часто довольны ими сыпят. То есть, вот за последний метр в 500 раза 3 я это сказал. Зачем? Непонятно. В сравнении с Гуру Мэпс, говорил, как это есть, но от нее больше головной боли. И не потому, что я язык плохо понимаю. Просто потому, что она меня перегружает информацией, которая мне в данный момент не нужна. Ага. А парки у нас, это минус балл. У меня. Сейчас там через железку надо будет перелезть, потом в парк из технической академии. Там как-то краем-краем выехать на Большой Самсоневский обратно. Выкручиваем внимательность на максимум. Скорость неспешная, дети, собаки. Ничто не должно быть, оно и не замечено. Сейчас просто, сейчас справа, сейчас слева, сейчас справа, сейчас слева. То ли я совсем неправильно еду, то ли у меня просто мозги пудрят. Удивительно, но ездят я как раз-таки правильно. Короче, он хочет, чтобы я ехал на Светлановской, а там через Уделку. Ихига мне в парк, скажите, пожалуйста. И по королеву катить. Еще и на лестницу залезать. Ё-моё. Экс, с Венечком на горбу, на лестницу. Снова в парке, снова максимальная внимательность ко всему, что шевелится в кустах. Не, к намут лестницу я тебе не прощу. Я злопамятный. Особенно прекрасно, когда на больших таких перепутьях парковых он замолкает вообще. Надо понимать, что потом выдать мне сразу лево-право-право-лево. Проверимся. Ну да. Да, не идем. Распект Королева, узкий был кишка. Не скажу какая. Блин, дальше в условиях, вроде бы не сильного трафика, здесь очень стремно ехать по Королево. Очень, куча выездов со дворов, куча перекрестков, куча запаркованных машин. Свершение маршрута близко, можно сказать, за углом. Он продолжает свое. Now turn left, now turn right, now turn left. Короче, я приехал на место, а он все еще трендиш, надо направо-налево. Все. Спасибо тебе кому-то. Это было очень витиевато, очень нудно. Мне не понравилось что-то. То есть, строилка на дальнее расстояние более разумно работает, на мой взгляд. А вот по городу что-то какое-то вообще. Рано делать выводы, я еще три навигатора не протестовал, но пока что заочно кому-то падает на дно. Ну, то есть, из двух протестированных на второе место. Ну, тут Гурумепс по всем статьям выигрывает, вообще без вопросов. Мы в СМИ сегодня смотрим. Так. Вот они мы. Так, нам нужно отсюда. Деликовато. Вот сюда надо. Сюда. Хоба. Че-то построил. Так. Ага. Интересно. Ладно, начнем. Будешь говорить. Хорошо, ладно, поехали. Пока я кран горел, он разговаривал. Сейчас я выключил, посмотрим, что дальше будет. Потому что есть у меня какой-то вьетнамский флэшбэк, что мэп-сми в фоновом режиме не разговаривает. Чувствую, поедет велосипед опять в мастерскую, с зарплаты, каретку опять менять или перебирать. В любом случае магазину велоотпуск пламенный привет. Тот случай, когда говоришь, ребята, чините на все деньги. И через три месяца меняешь каретку. Короче, давненько во мне накипало, но вот, блин, это прям обидно. Такс. Не разговаривайте. Короче, мэп-сми в фоновом режиме не разговаривает со мной. Поэтому едем, заглядывая в телефон, на светофорах, не останавливаясь. Запоминаем кусок дороги. И вот так передвигаемся. Не очень удобно, но жить можно. Сейчас мы едем на проспект Маршала Блюхера, но немного не такой дорогой, как ехали с Гуру Мэпс. Менее удобно, что важно. Так, вот сейчас надо площадь пересечь. А это, считай, будет очень неприятный левый поворот. Со спешиванием, с парой переходов. Сейчас помню, что на перекрестке прямо не правее. А потом надо будет останавливаться, смотреть куда. Как стыдно ехать на трещащем велике. Так, да, все верно налево. Такое, я бы сказал, сейчас витьеватый довольно маневр выдал, но в СМИ. На школьной улице будет, короче, поворот у меня направо. Но фишка в том, что я бы вылечу навстречу на одностороннюю улицу. Поэтому придется переезжать там на тротуар. Это я к тому, что не надо слепо доверяться навигатору. Иногда стоит подумать, посмотреть карту заранее. Сейчас мы выкрутимся на Богатырский проспект. Там надо будет спешиваться, переходить через бесшую ходку. Так, ну а дальше, наверное, вполне логично все поедет. Да. По Богатырскому, на Геккельску и Комендантский проспект уже до места финиша. Дальше маршрут вполне понятен. В принципе, пока тихо. Здесь могу, чтобы сказать уже предварительно, что до маршрута. Мне понравилось больше, чем Камут. Но меньше, чем Гуру Мэпс. Отсутствие голосового помощника в фоновом режиме, ну, пожалуй... Да, это как бы существенный минус в каком-то смысле. Но с другой стороны, маршрут несложный, вполне запоминаемый. Не двигаешься по паркам, по всяким вот таким непонятным заковулочкам, как вел Камут. И как бы отсюда голосовой помощник не сильно-то и нужен, на самом деле. То есть, если отринуть голосового помощника в принципе, то сейчас я Мэпсмю ставлю на второе место. На первом будет Гуру Мэпс, на последнем пока что третьем Камут. Если же коснуться голосового помощника, то если помните... Было недавно. Голосовой помощник кому-то выдаёт очень много лишней и ненужной, несоответствующей своему и своевременной информации. Поэтому даже с голосовым помощником, мне кажется, в моём субъективном тесте, что он проигрывает немому Мэпсмю. Поэтому, пожалуй, на сегодняшний день, как бы, список призёров будет именно таким. Гуру Мэпс, Мэпсмю и Камут. Ну всё, финишная прямая. Метров через 700-800 уже финиш. Официальный. Мимо я уже не проеду. Поэтому, пожалуй, на сегодня тест заканчиваем. Четвёртый день теста. Сегодня Осмонд. Совершенно новый для меня навигатор. Недавно про него узнал. Оф. Да. Фух. Считается. велосипед обязательно тонны считает долго думает натурально больше чем все предыдущие ну же о много сразу всякой фигни выдал а по набережной покатаемся но тоже в парке залезает интересное место снова по королева ладно пока что со мной разговаривает да ладно говорил вроде работает сейчас помониторе предупреждает про пешеходные переходы поворот пешеходные переходы как говорится лайк не глядя так сейчас светофор мне спешится перейти надо будет я перешел маленько не там где он хотел а заранее здесь поудобнее первый навигатор который вывел на набережную по набережной мне всего километр ехать закончился мой маршрут сегодня по набережной очень точный дает прогноз по расстоянию типа там через 21 метр поверните туда-то сюда-то как бы для меня эта точность особо для меня эта точность особо ничего не играет но прикольно то есть в отличии от кому-то нет вот этих лишних бесполезных предупреждений все что говорится все в тему то есть как угуру мэпс но еще и про пешеходки предупреждает иногда вот даже про железную дорогу сейчас предупредил и за следующий пешеходный переход то есть прям круто маршрут примерно такой же как как кому-то сделал в последней части то есть примерно отсюда будет то же самое что и у кому-то все-таки не совсем так как кому-то строил я сейчас поглядел повнимательнее по-другому я ругаюсь на деливере клапп просто знаете про это жаль что вы не видите то что видел я это упущение для следующего теста если он случится если данный формат зайдет я порешаю чтобы вы видели во все стороны что происходит а сейчас он предупредил про лежачих полицейских во дворе вот это поворот как поворотище кажется я тебя послушал я доеду посмотрю так сейчас говорил-ка маленько отстает буквально совсем чуть-чуть прям подряд предупреждает пешеходный переход искусственная неровность пешеходный переход все это вот теперь точно как кому-то окончание один в один через светлановскую площадь там в уделку и по королево если ты говорил-ка надо быть внимательным потому что видимо GPS сигнал немножко не долетает и она иногда отстает на несколько движений а потом выстреливает их разом и ты такой типа лево-право-лево-право то есть то же самое что было с кому-то но у него помимо всякой дребеденье он говорил кстати осман ведет асфальтированные дорожки по парку то есть кому-то вел тропами это за спать там течет потерялся навигатор или я потерялся я не понял держитесь в провере и вы прибудете в пункт назначения говорит в принципе я уже в нем маршрут витьеватый в целом запомнить можно если иногда подглядывать а сговорилкой вообще хорошо единственное немножко дуплет но очень подробно и в нужном месте подробно это безусловно плюс такое место определить осман сейчас вопрос интересный я пожалуй пока что поставлю его на второе место вместе с мэп сми потому что они как бы дополняют друг друга то есть у одного нормальная говорилка на фиговики для меня машину 2 отличный для меня маршрут но нет говорилки в принципе вот на этом пожалуй пока остановимся итак сегодня последний день пятница короткий день яндекс карта и так куда и и сюда и и Совсем чуть-чуть по паркам. Поехали. Я с Яндексом уже дело имел один раз. Могу сразу сказать, что, во-первых, не то, чтобы не показывает, не подсказывает ничего. Он еще и дорогу не показывает в реальном времени. То есть типа, вот тебе маршрут, смотри, следуй по нему. То есть он выступает как построитель маршрута, а не навигатор. Точнюка пока далеко не уехал. То есть в итоге получается следующее, что как бы отдельного навигационного интерфейса для велосипеда у Яндекса нет. Соответственно, остается только уповать, что хотя бы маршрут он построит прикольный. В чем-то может удобный, интересный. Ну, короче, будем считать, что я его взял в этот тест просто, чтобы 5 рабочих дней, 5 навигаторов. Потому что никакого другого пятого у меня на ум что-то не пришло. Поэтому я взял, ну, типа старого, доброго друга Яндекса. Так, по внешнему виду, это получается такая коллаборация пары маршрутов, что были на этой неделе. Где-то попроще, где-то посложнее. С небольшим налетом индивидуализма. А индивидуальность заключается ровно в том, что он, срезая некоторые углы, ведет дворами или парками. Яндекс.Драйв попал в аварию. Не перестаю повторять, будьте вы, блин, внимательнее за дороги. Как говорят, мол, в автошколах учат, что если не запрещено, то можно. Но по моим наблюдениям, все пойдут по принципу, можно все, главное, чтобы ГИБДД не заметила. Так, вот сейчас там за Европолисом будет какое-то приключение через парк. Так, вот здесь путанное место, сейчас еще гляну. Зря перешел, надо было там перебраться. Ладно, сейчас решим эту ситуацию. Сделаем небольшой крючок, ну ладно. Ну этот крюк, короче, будет мне в минус, а не Яндексу. Сейчас, чтобы все по-честному, я вернусь именно по той тропе, поеду, по которой указывает навигатор. То есть не буду как-то в том же направлении ехать, а именно по ней поеду. Я километр лишний навернул. В чем отличие разительный Яндекс от всех остальных? Он прям нацелен на то, чтобы я ехал по тротуарам и прочим безопасным местам. То есть я заранее смотрел маршрут, там было, не знаю, процентов 5-10 максимум, как бы выезд на проезжую часть. В основном он желает у меня тропы тротуаров. В принципе, ничего нового, мне этот маршрут уже не скажет. До самого, скажем так, места финиша он соответствует моему эталонному маршруту. Поэтому в каком-то смысле можно подводить в итоге даже уже всего этого мероприятия. Значит, что можно сказать конкретно по Яндексу? Пусть навигатором это назвать можно весьма с натяжкой. Он все-таки просто как конструктор маршрута, и то всего с двумя точками выступает. То есть третью поставить нельзя. Но надо отметить, что маршрут он построил неплохой. То есть маршрут Яндекса лучше, чем маршрут у кому-то. Это как бы делает ему честь. А у кому-то и навигационный интерфейс, и говорил, как пусть англоязычное, но есть все. Но маршрут получается излишне витьеватым, и из-за этого растягивается хронометраж. Потому что всякая мелкая путаница, надо постоянно понимать, что он имеет в виду. Ну, не мой Яндекс с его маршрутом выгоднее выглядит на этом фоне. Рассуждать о том, найдет ли Яндекс сделать навигатор лучше, чем то, что есть сейчас, ну, я думаю, это бессмысленно. Я думаю, если бы Яндекс хотел, он бы сделал сразу хорошо. Ну, или как минимум неплохо. Вот, что я повторяю, маршрут Яндекс оставил вполне грамотно. Срезая лишь некоторые неприятненькие моменты путем проезда дворов, и в парках. Ну, и пока еду к финишу, в целом уже все ясно. Посмотрим на турнирную таблицу. Значит, на третьем месте пусть сидят вместе кому-то Яндекс. Так вот я решил, опять-таки, они друг друга уравнивают. У одного слишком много информации, в голос, слишком корявый маршрут. У второго ни голоса, ни навигации, ничего. Но маршрут сам по себе неплохой. Значит, на втором месте у нас МЭПСМИ и ОСМОНТ. Я вчера объяснял, почему так решил их поставить. Ну, и первое место, по-моему, абсолютно заслужено Гуру МЭПС. Ему равных не оказалось. Самый адекватный, на мой взгляд, маршрут. Самая вменяемая говорилка, на мой взгляд. Естественно, каждый сам для себя выберет тот навигатор, которым будет пользоваться, который ему будет нравиться и полностью удовлетворять по всем аспектам. Я ими вообще не пользуюсь. Поэтому этот тест был совершенно новым для меня опытом в плане того, чтобы пришлось пользоваться навигаторами в принципе. Я останусь при своем мнении, что лучше заранее посмотреть маршрут, закинуть его себе в какое-нибудь приложение, если есть необходимость, и время от времени подглядывать. А, ну да, я доехал до места финиша, Яндекс довел, не подвел, все хорошо. Вот теперь точно все. Ну, собственно, вот такой тест получился. Заходите к нам в группу ВКонтакте, вот она ссылочка. Там анонсы новых видосов, все, что происходит, скажем так, в фоновом режиме нашей группы, все там. Ну и ставьте лайк видосу, напишите что-нибудь в комментарии, как вам что. Всем спасибо, всем пока, до свидания.